В сентябре у тебя сольный концерт, Клава, если ты что-то сделаешь не то. Насчет женственности, ну это не мои проблемы, девочки. Ян, ты гей? Я могу поматериться. Ребята, привет! Сегодня у нас на интервью харизматичный парень, инженер на каблуках, вогер, участник шоу-танца Ян Нинджа Мурзаев. Ян, привет! Спасибо большое, что нашел время на интервью. Мы давно хотели с тобой встретиться и задать тебе парочку остреньких. Ян, последние посты у тебя в инстаграме были с тем, что ты снялся в клипе с Клавой Кох. Как познакомился с ней, как попал к ней в клип? Блин, ну если честно, босс, ты посмотришь, я знаю. Мне написал ее менеджер по концертам в инстаграме, что приглашают на кастинг к Лаве. Я, если честно, не знал, кто это. Кто? Я правда не знал, кто это. Я не слушал ни разу ни один трек. И я просто спрашиваю друга, кто это как Лава Кока? У него просто истерика. Он такой, Яна, иди, прям все, выходи пешком сейчас. Думаю, блин, нет. Потом, думаю, ну почему бы в итоге не попробовать? Я приехал на кастинг, там прям номерочки давали, типа там имя, фамилия, все как надо. Учили хип-хоп. Просто заходит в какой-то момент Клава, и мы с ней просто так пересекаемся взглядом. Босс, я помню этот момент. Мы с ней реально пересекаемся взглядом, как-то просто хоп, вот так вот коннект происходит. Дальше планируешь участвовать с Клавой в других проектах? Она тебя будет звать? Или это было разово? Я у нее концертный хореограф. Но опять же, все не из-за денег. Вот если честно, я понимаю, что я до этого с артистами мог работать. Я звал к себе Андрей Петров. Но я понимаю, что я выбираю людей, с кем мне действительно комфортно находиться рядом. И вот с Клавой я работаю не потому, что мне как-то финансы это помогают, а потому что с Клавой действительно мы нашли очень близкий общий язык. Мы с ним хорошо общаемся, дружу поддерживаем во всем. Я родом из Казахстана, город Караганда. Да, в детстве мне мама отправила в первом классе на бально-спортивные танцы. То есть это был не мой осознанный выбор, который мне после этого понравился, естественно. И в какой-то момент я понимаю, что со стороны моих там одноклассников, друзей уже пошел такой усиленный гнет, что мальчик танцует туда-сюда. И я бросил только из-за этого. Расскажи, как ты познакомился с Вогом? Ну, нет, я изначально познакомился не с Вогом, а с Вайкингом. Вот Вайкинг тоже такой под стиль. Нет, это стиль определенный, это другая совершенно культура. Так далее, но для меня это, знаешь, просто было размыто. Это казалось просто танцы руками. А потом как-то я увидел, что что-то похожее на Вайкинг, но это был не Вайкинг. Какой-то такой более манерный, какой-то более энергичный. И думаю, что это? Так. Потом мне сказали, что это Вог, и я сам начинал танцевать. Я просто сам как-то смотрел видосы в Ютубе, какие-то обучалки. Ну все, уже сейчас у тебя нет какого-то, если там кто-то тебе скажет, что ты парень танцуешь, Вог. Да нет, конечно, уже все, да. Уже есть позиция, да? Определенно. Но спустя столько времени уже понимаю, что даже родители на это нормально реагируют. Что вот, чьи им действительно было важно, всегда это мнение моих родных и близких. Тебя, вот допустим, цепляют, ну и, наверное, хитера там в комментариях, да, читаешь? Ну бывает, да. У тебя какая позиция, вот что ты им говоришь или там внутри себя что-то чувствуешь, когда вот это тебе пишут или говорят? Ну хитерам я отвечаю в комментариях. Да? Да. Я серьезно, я отвечаю, например, тебе с ним напишут, типа, как таких земляносят. Я пишу, блин, действительно не знаю, расскажи. Я спрошу у него завтра. С нимарком. Ну да, ну завтра не такое, типа, почему нет? Нет, там, если меня там посылают куда-то, я думаю, типа, я завтра схожу, вернусь, я тебе расскажу как-то. Ну, типа, ну такого формата. Почему нет? Живые мне в лицо еще ни разу не говорили вот такие вот комментарии, грубо говоря, серьезно. Как-то вот говорили, что типа что-то вот не то, но при этом вот прямо в лоб. Мне ни разу ничего не сказали. Я понимаю, что, ну все равно у людей срабатывает такая вот тема, что человек есть человек. В инстаграме какой-то немножко такой. Я считаю, инстаграм больше для хейта создан, чем в жизни. В жизни люди реально забоятся. А в инстаграме не знают, что вот не что напишут, комментарии об этом забыли. То же самое и я. Я прочитал комментарии, об этом забыл. Теперь расскажи свои первые эмоции, когда ты встал на каблуки. Когда это было? Я встал на каблуки в... Это сейчас даже не совру. Это было октябрь или ноябрь. Что-то в этом роде прошлого года. Ну, я понял, что мне комфортно было. Честно. Я встал на каблуки, понимаю, что никакого дискомфорта не вызывает. Типа, думаю, блин, прикольно. Да, особо тяжело не было. Но при этом понимаю, что я встал и понимаю, для танца мне было очень комфортно. Действительно. Я танцую буч-куин. Моя категория буч-куин-вокфэм. Это как бич, только буч. Ну, то есть, типа, буч-куин. Вот я буч-куин. Но я понимаю, что для меня, типа, уже каблуки не нужны. Я понимаю, что людям, начинающим именно парням в влоге, для осознания именно ощущения правильного такого женственного, то, да, стоит попробовать хотя бы раз-два. Потом к этому привыкаешь. Я понимаю, что уже и без каблуков могу спокойно показывать эмоции. Да. Слушай, Ян, а как ты относишься к тому, что ты, ну, выглядишь, ведешь себя, твоя манера в тот же танец женственнее, чем относительно, ну, большинство или, там, большое количество девушек и женщин? Ты вот всегда такой по жизни в таком имидже или вот только в танце? Ну, насчет женственности, ну, это не мои проблемы. Девочки с бискосками на занятия по влогу. Научу, не стесняйтесь. А что конкретно я могу сказать про жизнь? Я в жизни другой, все говорят, абсолютно. Абсолютно все мои знакомые, близкие друзья, танцоры, родные, понимают, что в Инстаграме они видят одну картинку. Я звоню по телефону и просто могу там, знаете, не знаю, курить кальян. Могу пить водку, виски и просто такой, типа, блин, ребят, так плохо. Они такие, а где это милое, милое создание из Инстаграма Ян? Я говорю, не-не-не-не. Ян, ты гей? Ну, я на такие просто не отвечаю, честно. И это моя позиция уже определенная. Я не отвечаю даже друзьям порой, которые, типа, с которыми я так близко не общаюсь, с приятелем, знакомым вообще нет. И для меня, в принципе, это не имеет значения. Для меня заниматься сексом – это вот ориентироваться, то есть, типа, либо ты с мальчиком, либо ты с девушкой и так далее. Заниматься любовью – ты занимаешься только с любимым человеком. И какой-то человек по, типа, полу – это уже не важно. Кто спрашивает про ориентацию, они занимаются сексом. То есть, это просто животные. Кто занимается любовью, он такого не спросит никогда, потому что он знает, типа, ну, какая разница, кто это, да. Я ушел из лучшего технического вуза России ради того, чтобы танцевать на каблуках. Ну, я просто побыл танцором полгода, я не понимаю, как люди так живут. Ну, мне реально очень тяжело представить, что я только танцую. То есть, я утром просыпаюсь, и что я иду делать? Тренироваться. Потом я вечером иду тренироваться. Ночью, не знаю, поработаю где-нибудь на халтуре, типа, а-ля, клуб, не знаю, там, по танцовке и так далее. Ложусь спать, опять утром танцы и так далее. Ну, для меня это ненормально. Мне не хватает разнообразия в жизни, потому что, опять же, мне реально нравится быть инженером. Я очень люблю свою учебу серьезно. Я обожаю матан, я обожаю инженерную графику. Мне реально кайфуются у этого. И отвлекаясь на такие противоположные темы, например, что вот я потанцевал там месяц, я потом месяц учусь, и просто вот именно смена деятельности вызывает во мне вдохновение. А в будущем планируешь все-таки себя развивать как инженер или как танцор? Ну, вот я пока не могу ответить на этот вопрос. Причем я хочу ответить на этот вопрос сам, но я не могу сам себе ответить, потому что, как бы я ни хотел, знаю, что могу быть танцором, могу быть инженером. Как дальше жизнь повернет меня, я не знаю. Может быть, не будут вообще инженеры. Ну, типа, никаких инженеров не будет. Сейчас все перейдет на какой-нибудь, типа, 3D, какой-нибудь, не знаю, супер-хай-тек технологии какие-нибудь. Ну, что-нибудь такого формата. Ну, ты умеешь танцевать, да? Да, я умею танцевать за то. А потом, знаешь, наоборот, сейчас сфера обслуживания из-за коронавируса реально очень сильно страдают все. Я понимаю, что инженеры – это, как минимум, можно в госпредприятие попасть. И вот в то же время я понимаю, что я еще не сел на два стула, но у меня есть выбор. И для меня по жизни очень важно, чтобы у меня сюда был выбор. Как ты попал на проект танца? Там очень сильный, наверное, замес в личной жизни был. Тогда у меня… я просто ушел из вуза. Я понимаю, что мне придется… Я уже в Москве начал строить карьеру. Меня уже люди начали узнавать. Я уже, там, не знаю, преподавал в Москве. То есть мне было 18 лет. Я парень из Караганды. И я преподаю в Москве в лучших школах, на которые, знаешь, я там всю жизнь смотрел, думаю, «Вау, какие крутые там все!» А я понимаю, что я стою с ними рядом сейчас на одной полочке. Для меня это было прямо, ну, такое достижение. Я понимаю, что бросив учебу, у меня начинаются проблемы с личной жизнью, проблемы с регистрацией, мне нужно покидать страну. И я очень боялся сделать шаг назад. Для меня это был очень сложный период, в принципе. У меня был трек, связанный как раз с личной жизнью. И, опять же, я шел на проект «Не светиться». Я шел на проект «Показать человеку то, что я испытываю». Мне на предкастинге в Омске отказали, мне сказали, Дима Масленников. Он мне сказал нет. Он сказал, типа, что я не уверен, что ты универсальный танцор. Хотя всегда помощники продюсеров, продюсеры все такие были, «Да, да, он крутой, капец, посмотри». Он такой, «Ну, я не уверен, что он может там снять каблуки и танцевать хип-хоп». Я просто такой, ну, если универсальный не надо. И мне, ну, он сказал нет, остальные – да. И в итоге получилось, что под вопросом. То есть, и мне потом написали, приезжайте в Москву и проходите уже перед главным продюсером кастинг. И вот там была уже смешная история. Я реально после Омска полетел в Москву, но я приехал к Нинжа. Я пошел на второй кастинг уже, предкастинг, но я опаздывал на вокбал. И я написал в личку «Танцы на ТНТ», что, ребята, извините, я опаздываю либо сейчас, либо я уезжаю. Я обманул, естественно. Я сказал, что мне там, типа, самолет через три часа, извините. «Казахстан ждет?» Нет, не ждет. И они меня пустили без мне очереди. Я приезжаю к продюсеру на кастинг, захожу вот общаться с ним. Он такой, ну, танцуй. Я станцевал. И там была ситуация, что как-то вот эмоционально понравилось Руднику, эмоционально не понравилось Корпенко, но понравилось продюсеру. И продюсер сказал, типа, даже не ориентируясь на их мнение, сказал, да, ты в танцах. Типа, все. Как танцы повлияли на твою жизнь? Никак. Вообще никак. Ну, честно, мне ничего не дало это. Просто высказав свое вот это вот ощущение, свои какие-то переживания через танец, зная, что это посмотрят все, и зная, что посмотрит определенный человек, то мне стало после этого просто легче. В каких-нибудь проектах ты планируешь дальше участвовать? Да. Можешь сказать, в каких? Ну, скорее всего, это будут не танцы на ТНТ. Я просто не уверен, что мне танцы, еще раз, вот именно как ТНТ, проект нужен, потому что там свои определенные такие есть, ну, с обратной стороны медали, это как в плане контракта. То есть, например, сейчас я знаю, что мне запрещено будет участвовать в других телепроектах, на других телеканалах из-за контракта, подписанного с ТНТ в течение двух лет. То есть мне еще нужно год ждать. Либо ТНТ, либо никак. Но так в планах у меня есть, да. Я хочу, если честно, уже поменять планку. Выехать за границу. Ян Блиц. Говоришь на казахском? Да, но не свободно. А можешь сказать что-нибудь? Я могу поматериться. Давай. Коток пас. Что это значит на русском? Питька. Вот это мат. А какую часть тела считаешь самой сексуальной в человеке? Глаза, взгляд, взгляд. Секс в общественном месте был? Да. Где? Кинотеатр. А где бы хотел еще? Ну, так. Так-так-так. Ну, наверное, я хотел бы на крыше Москва-Сити. Дорого. Штраф платить. Ну, такое, конечно. Лакшери секс будет. Самое умное слово, которое ты знаешь? Мири киллер инсбен. Это что? Это на казахском языке с праздником. Кто ты по знаку зодиака? Я козерог. Да. Да, да. У меня дата рождения 010101. Ян, ну ты же сказал, что планируешь участвовать в шоу, но в ближайшем шоу предлагаем поучаствовать прямо сейчас здесь. Оно называется «Танцы с ноунеймами». И следующий сюрприз подготовила наша команда. Он должен помочь в нашем интерактиве. Так. Ну-ка. Это еда? Аня, чё это такое? Аня, я сказала, что мы бокс снимаем. Просила купить гостю подарок. А ты сказала, что мы бокс снимаем. Я взяла с умочкой. Сейчас. Теперь начнётся зашкварт конкретный. Вот всё, что ты вот дает тебе участвовала, это полная фигня. Вот говорю, чтобы нигде никогда тебе такого не добавили точно. Мы сейчас будем с тобой танцевать «Бог» под разную, абсолютно разную... Ой, херня. Херня. Ну, вообще, сейчас посмотрим. Я буду постараться за тобой повторить. Вот, но не сейчас. Ну, ладно, попробуй. У-у-у-у. УБИКАЙ ВАЗМИМЕНЯ ЛЕКТОР ЛЕКТОР ПОЛЕМ ЛАЙ ПОЩЕМ ЛАЙ ПОЩЕМ ТЬКОВЕС creo Да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok